В этом видео расскажем вам о некоторых важных функциях в одном из самых популярных мессенджеров Viber. Об интересных функциях, которые помогут сделать ваш чат еще удобнее и безопаснее, а также сэкономят заряд и память смартфона и могут быть очень полезны в будущем. Viber на сегодняшний день считается одной из самых популярных приложений для общения во всем мире. Но несмотря на популярность, многие пользователи знают только о базовых функциях мессенджера, а таких как создать чат, найти определенного пользователя, позвонить и так далее. При этом Viber — это многофункциональная платформа с огромным количеством возможностей, о которых мы расскажем в нашем видео. Одна из новых функций, доступных для пользователей в Viber — это местный номер. Например, часто ездите в командировке или к родственникам в другую страну. Воспользуйтесь услугой местный номер, которая позволяет оформить подписку на номер телефона в этой стране, чтобы любые абоненты могли звонить и отправлять вам SMS-сообщения по локальным тарифам, где бы вы ни находились. Для этого в общем меню чата в приложении, откройте вкладку еще и нажмите на кнопку «Местный номер Viber». После этого вы можете выбрать необходимую страну и сам номер, а также его регион. Следующая важная функция по безопасности общения в мессенджере — это использование всей возможности настольной версии клиента Viber. Viber можно использовать не только как мобильное приложение на телефоне, но есть десктопная версия программы, которую можно установить на ваш макбук, ноутбук или портативный компьютер. Чтобы переписка оставалась конфиденциальной даже тогда, когда вы не используете компьютер, активируйте блокировку программы с помощью пароля на время своего отсутствия. Для этого можно указать пароль на саму программу при ее использовании или автоматическую блокировку к доступу чатов, если вы продолжительное время не используете программу. Кроме того, чтобы сберечь заряд ноутбука и легком использовании мессенджера при темноте, вы можете активировать ночной режим, который доступен не только в мобильной, но и в декстоп версии Viber. Обе функции доступны в меню в декстопной версии Viber. Для этого перейдите в главное меню программы, пункт «Инструменты», далее «Параметры». Затем выберите пункт «Безопасность и конфиденциальность», где можете настроить под себя нужные настройки. Не так давно в Viber появилась еще одна новая функция — это голосование в чате. Это удобная функция для создания опросов в групповых чатах, и дает возможность устроить опрос на любую понравившуюся тему. Для этого нужно под окном ввода сообщений в групповом чате нажать на значок «Создание опроса», далее введите вопрос, который хотите задать, и варианты ответов. Если вам нужны еще дополнительные пункты ответов для голосования, то нажмите на кнопку «Плюс», после чего можно уже готовый опрос добавить в чат группы, для этого нужно нажать кнопку «Создать». Следующая полезная функция может стать — это скрытие чата от посторонних. В Viber по умолчанию используется сквозное шифрование, что позволяет быть уверенным в том, чтобы посторонние не могли получить доступ к переписке до станциона. А чтобы скрыть от посторонних глаз чаты в вашем телефоне, можно использовать функцию «Скрытые чаты», они не отображаются в общем списке разговоров, их можно найти только через поиск по специальному пин-коду. Как это сделать? Для этого нужно долго удерживать на имени чата собеседника, после чего появится подменю, в котором выберите пункт «Скрыть чат», где вам нужно установить пин-код. А также после чего, чтобы найти скрытый чат, в строке поиска, достаточно ввести пин-код, и вам станет доступен для дальнейшей переписки. Следующая важная для вас может быть функция — это освобождение памяти смартфона. Фото-видео файлы полученные из чатов по умолчанию сохраняются в память смартфона. Некоторым пользователям нравится эта функция, благодаря ей, все фото и видео из Viber остаются под рукой даже тогда, когда нет доступа к интернету. Но если для вас в приоритете больше свободной памяти смартфона и его экономия, то автоматическое сохранение файлов можно легко отключить. Сделать это можно в настройках Viber. Далее откройте пункт «Данные и мультимедиа» и выберите опцию «Ограничить трафик», а пункты «Автозагрузка в сети GSM» и «Автозагрузка по Wi-Fi» снимите галочки. В этом видео мы рассказали вам о полезных функциях приложения Viber, о которых вы даже и не догадывались, что они есть. Еще больше полезных видео на нашем канале в следующем выпуске. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей.